Рязаночка Ну, наверное, в Кремле-то там все в порядке, мышей нету Все в порядке, но недавно в театре САЦ на генеральной репетиции Лебединого озера пробежала кошка Это было очень эффектно, потом ее где-то отловили и сказали, что больше она бегать не будет Но на самом деле театральная традиция существует, и в театрах всегда были кошки, потому что были мышки И всегда нужно было их отлавливать Единственное, что кошка иногда могла, не понимая, в чем соль спектакля, могла выйти и посмотреть во время Жизели зрительный зал И потом продефилировать Ну, это живой пластический момент, это же всегда прекрасно Это часть какой-то истории театральной Добрый день, друзья Половина эфиров моей программы «Правда-24», которая выходила на канале «Москва-24» с 2012 года, прошла с кошками Я приютских животных пристраивал во время эфира То есть я старался их как-то разрекламировать И наша команда отвечала на звонки во время эфиров Это чаще всего были прямые эфиры И достаточно часто животные находили своих хозяев Ну, то есть новых, конечно, хозяев имеется в виду Технически это всегда было сложно Ну, за животным надо как-то следить Они стрессируют, конечно, всегда Даже когда это не видно То есть летит шерсть Попадает в ноздри, в глаза, в кофе По время разговора, одного из разговоров с Романом Бегтюком Майкун там налил лужу Кот, помню, какой-то, который чувствовал явно так недоброжелательность моего визави Тогда был Кирилл Серебренников Просто кучу налажил Мне прямо на колени То есть сразу упала его, ну, условно говоря, стоимость То есть его, естественно, пристроить после такого казуса Животное могло убежать Я очень признателен, Аниси, такого, который ловил котейку в студии Потому что там масса таких мест, куда животное зальется Его просто там не найдешь ни за что Очень я любил, когда брали на руки мои собеседники и животные Ну, во-первых, это с меня снимало части ответственности Во-вторых, вот повышало, опять же, условно говоря, стоимость самого животного Но его там звезда потискала, подержала Пристроить было легче До сих пор этот проект вспоминаю с ностальгией Почему? Ну, потому что было ощущение, что от какой-то журналистского трёпы Есть конкретная польза Все-таки находим котейкам хозяев Может, еще когда-нибудь вернемся к этому проекту Я пил то, что у меня пил И она мне не помогала в жизни сейчас Помогать людям просто конвертами Я подписываюсь под каждый свой год У меня была цениженная самооценка Или ты умная, или красная Сейчас это проще Ну, что, парень, зайду, дайду Евгений Тодорев, Хавда, 24 У вас никогда не было кошки в детстве? Вы собачник, да? Я вообще по натуре собачник Я из породы собачников У меня была кошка Это было прекрасное совершенно создание Она прожила неисчислимое количество лет Была подобрана на улице Только в нашей семье она прожила 22 года 22 года? Да Должительница И при этом она уже, так сказать, была подобрана взрослой кошкой До конца своих дней она ловила голубей с форточки И, собственно говоря, умерла не от старости А от того, что однажды Промахнулась Промахнулась и выпала из окна И, в общем, так сказать, уже не могла восстановиться полностью Вот Не политкорректно, но без злого умысла Иронично, но без сарказма Пристрастно, но по-честному Правда 24 и Евгений Додолев С понедельника по четверг в 19.30 На телеканале Москва 24 Вы знаете, у нас не играет... Обычно мы в этой студии, я тоже играю роль ведущего Гости играют роль гостей Они играют только... У нас кошки, они не умеют играть У нас есть такая традиция Мы пристраиваем кошек Приютских зрителям Вот Еще, кстати, у нас традиция У нас гости могут придумать Если это речь о котятах Могут придумать ими Если вам... А это мальчик или девочка? Ира, это мальчик? Девочка, это девочка? Это девочка Красава Что-нибудь приходит в голову? Ну, не знаю, нефертити А как ваши кошки? У вас же кошки, да? Да, у нас... У меня и кошка, и кот А вот как вашу кошку зовут? Кошку зовут Сельфида Сельфида? Да Давайте эту назовем Сельфидой Давайте на Сельфида Это, как я читала Ну, во-первых, есть балет такой Мы знаем, да И это божество воздуха Которое преимущественно Такого легкого цвета серого Ну, вот она же серая, посмотри Действительно, что я говорю Серого цвета Сельфида А у вас Мейкуны, да? Мейнкун, у нас белая Мейнкун Сельфида И такой коричневый, красивый, шоколадно-черепаховый Сильвер То есть как это вы придумали? У вас мальчик с девочкой У вас же там котята, наверное, не прекращаются Нет, нет, нет У нее другой был муж Но мы детям, дочкам об этом не рассказываем А, так Вот, у них пара и детки Все, деток мы раздали тоже друзьям Вроде бы все, все прекрасно, все счастливо Откуда? Они одновременно появились у вас? Нет, у нас сначала появился кот А потом мне подарили кошку со съемочной площадки Вот Уже знаешь, что у вас есть Мейкон? Знаешь, что я очень хочу белую кошку Собственно, она приехала из города Санкт-Петербург к нам Она у нас немножечко из другой столицы Питерская, да Питерская дамочка Вот И, ну ничего, они сначала немножечко друг к другу сопротивлялись А потом прижились Ну как же они с мальчиком и девочкой Они же должны были Нет, все равно территория, возраст, опыт и так далее А вот имя кто придумывал или вам подарили уже с плечкой? Нет, нет, мы придумывали, она была как-то по-другому В питомнике ее называли И мы долго думали, особенно Серафима средняя Фонтанировала, ей хотелось на С, как и ее Симону Тоже, чтобы на букву С, чтобы шипящие, звенящие были в имени Кстати, вот в цирковых жанрах, на самом деле, работа с хищниками Это такой вот рок-жанр, на самом деле Стиль, да Очень близко, на самом деле Согласен По экстриму, по какой-то вот этой экспрессии А вот я, может быть, сейчас в своей некомпетентности какой-то распишусь Но скажите, как давно вы вообще с лошадями работаете, вот вы лично? Всю жизнь Всю жизнь, да, вот я уже сказал, что я сейчас привацированник Немногие знают Запашные, это кошки всегда Да, прямая Согласы Согласы Да, прямая, да Но немногие знают, что именно в 97-м году наш первый всероссийский цирковой фестиваль Мы с братом выиграли, как жанреры на лошадях А работать с хищниками мы начали только в 99-м году Понятно Скажите, а кошки это хищники? Вот как вы считаете, да? Почему? Вот она хищник Что-то она вам сейчас демонстрирует Да, да, да Если бы тот мышь бегала, я не думаю, что ее бы... Нет, я думаю, сейчас у нее совсем другие задачи Сейчас я думаю, я бы куда-нибудь забиться И она уже сыта, накормленная ей не до мышей Я пел то, что у меня пел И она нам не помогала в жизни Сейчас помогать людям просто конвертами И я подписываюсь под каждый свой картер У меня была целиженная самооценка Или ты умная, или красивая Сейчас это проще Ну что, давайте, я туда-туда Евгений Тодорев, Хавда 24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова